Всем привет! Меня зовут Тася, рада приветствовать вас на своем YouTube-канале. Сегодняшнее видео будет посвящено распаковке, ну как распаковке, просто обзору, наверное, моих новых вещей, которые я купила в Москве в сентябре, в начале октября. Вот, и первая вещь, это сейчас она на мне, это вот такой вот спортивный костюм. Ну, спортивный или casual, он с капюшоном. Мне понравился цвет, я люблю такой синий, приглушенный, и он очень комфортный, знаете, он без начеса внутри. Я не люблю, когда, вот видите, тут нет никаких этих, в общем, начеса. В них очень жарко с этим начесом, я такое не люблю. Очень комфортный костюм, я уже его, мне кажется, заносила до дыр, хотя он относительно новый, потому что я в нем и в поездках, в поезде там ездила, и вообще очень удобно надеть и куда-нибудь пойти. То есть, знаете, это такая покупка, которая как расходник, может быть. У меня много таких вещей удобных, но есть одна большая загвоздка, чтобы потом ты из них не вылезаешь. То есть, грубо говоря, купил себе что-то красивое, такой, у меня же есть мой костюм, зачем мне это? Вот, так что костюм, это вещь номер один, моя покупка. Следующие у меня тут две вещи, они такие смежные, я их нашу часто вместе. Это вот такие кроссы от Puma, но это не обычные кроссовки, а они коллаборация с Haribo. Я вам потом поближе, наверное, сниму, как это все выглядит. Вот, но они очень классные, мне нравятся по цветам. И вообще, я их купила для шахла, для занятий танцами, потому что преподаватель наш сказал, что именно Puma очень легкие, хорошие кроссовки в плане занятий, именно танцами. Так что, Puma, мне нравится. И вторая вещь, это вот такие штаны спортивные от Nike, вот такого прикольного цвета, мне они очень нравятся. И они здорово вот сочетаются с этими кроссовками, кажется. Вот, я вам где-то тут вставлю видео, когда буду примерять эти вещи. Но в целом, очень, очень он мне нравится, потому что они классно смотрятся, такие яркие. И тоже для танцев супер, это кажется. Следующая моя покупка, это вот такие джинсы итальянской фирмы Plyss. Вот, так они выглядят. И у них знаковое сердечко, символ. Вот. Раньше просто я очень часто носила вещи итальянских брендов. У нас в Брянске был магазин с итальянскими вещами, вот. И поэтому я знаю много итальянских марок и брендов одежды. И вот Plyss одна из них. Эти джинсы, не сказать, что какого-то суперсовременного кроя. Они не объемные, не широкие. Но и не сказать, что они сильно в обтяжку. Ну, то есть, что-то такое среднее. Просто я знаю, что это хорошие, качественные джинсы. Вот. И поэтому я их взяла тоже, чтобы, ну, в повседневной жизни просто носить. Вот. Очень довольна этой покупкой. Следующая приобретенная вещь, это вот такая яркая футболка. Футболка. Блин, я только недавно постирала, поэтому... Ну, она, в принципе, не сильно мята. Или мята, я не знаю, как на камере будет смотреться. В общем, да, она вот такая большая футболка с надписью. Тут написано. Sometimes they think too much and feel too little. Чарли Чаплин. То есть, иногда мы думаем так много и чувствуем так мало. Наверное, так. И тут еще сзади какие-то надписи. Вот такие зачеркнутые всякие. Вообще, эту футболку я тоже взяла больше для танцев. Вот. Мне нужны какие-то яркие футболки. Поэтому вот это, в принципе, хорошего качества. Какие-то неизвестные бренды. Я просто некоторые вещи покупаю у себя на районе в Москве, в торговом центре. Там много каких-то просто магазинов, где прикольные вещи, но это не какие-то брендовые. Вот эта футболка, она никакая не брендовая. Но мне она понравилась. Вот. Следующие вещи, про которые я хочу рассказать. Я купила в секонд-хенде, в Брянске. Я люблю ходить по секондам, по всяким винтажкам. Я уже как-то говорила в каких-то из видео. Кстати, в Южно-Сахалинске я не могу найти. Если вы знаете, где в Южно-Сахалинске есть секонд-хендах магазины, то дайте, пожалуйста, знать. Мне это очень интересно. Так вот, в Брянске я зашла в секонд-хенде, и вот, что я там значит нарыла. Первая вещь – это такие карго-объемные, огромные штаны. Даже не знаю, как вам показать. В общем, они черные. Тут у них где-то карманы есть, кулиски. Тут кулиски, тут все как нужно. Это вообще мужские штаны, какие-то рабочие, мне кажется. Но они, блин, выглядят в копейку, как Плантороса, российский бренд Ибрагима Кацива. Или как-то так его зовут, дизайнер. Вот, я уже их носила. Выглядит, кстати, очень прикольно. И они стоили в районе 600 рублей. В общем, 600 рублей. Штаны трендовые. Тоже вам куда-нибудь сюда вставлю, покажу, как они выглядят на мне. Единственное, в них очень сильно жарко. Я ходила в них на вечеринку, просто, блин, офигела. Ну, это так, чисто иногда надеть. Не на каждый день эти штаны мне, конечно. Ну, и я подумала, знаете, для зимы хорошо. Для осени они из такой ткани. Легко можно их почистить. Вот. Это такая кубка. Дальше. Это всё в том же секунде. Я нашла вот такие вот штанцы забавные. Клёши. Весёленькие. С такими принтами, рисунками. Мне они понравились. Я захотела тоже их померить. Вроде ничего. Вот так сели. И угадайте цену на них. Вот как вы думаете, сколько они стоили? 150 рублей. Или 100 рублей, в общем. Что-то там такое. Там они стоили, там, сколько-то ещё. Была какая-то скидка. И, в общем, в итоге они там что-то 100-150 рублей оказались. Мне кажется, это хорошая покупка. Прикольные штаны. Вот. Так. Дальше. И ещё одни штаны. Это такие сафари. Сафари стиль, наверное. Они все, конечно, покоцанные. Тут есть какие-то... В общем, вот так они выглядят. С такими. Тоже чем-то похоже на карго. Но не карго. Тут карманы. Это тоже мужской отдел. Тут ещё снизу есть такая липучка. На липучке. В общем, это я вам сейчас покажу, как это выглядит. С одной стороны. Но в целом, тоже они стоили что-то по проюме 300 рублей. Мне кажется, классная покупка. Почему бы и нет. Вот. Так что, секунды это вообще топчик. Следующая покупка. Это вот такой огромный яркий шарф. Длинный. Мне он очень понравился. Похоже, есть шарфы. Мне кажется, что это всё... Они содрались с Acne Studios бренда. Это... А это какой-то безымянный шарф. Вот. Но он выглядит прикольно. Со стороны. Вот. Я покажу. Может, ставлю фотку, где я в нём была. Вообще, прикольно именно сейчас выглядят яркие длинные шарфы. Которые ты просто не для тепла, в принципе, носишь, а для красоты, для стиля, чтобы как-то поярче был образ. На что-то базовое, допустим, чёрное, белое, серое или коричневое пальто там. Или пуховик, или что-то ещё. Просто сверху вешаешь этот шарфик, и он так придаёт свежести какой-то, динамичности образу. Поэтому я, как мерзлячка, я, если надеваю этот шарф, я надеваю ещё шарф дополнительный под горло. И этот как сверху, как просто яркий аксессуар. Вот. Такой шарфик. Весёленький. Но в целом можно и укутаться. Ну вот. Тоже. Почему нет? Вспомнила, что забыла показать несколько вещей. Потому что я про них благополучно уже забыла. Вот такие штаны у меня ещё есть. Куплены в сентябре. Они из искусственной кожи. Мне понравилось, что они очень длинные и собираются гармошкой на обуви. То есть нависают над обувью. Как сейчас это все носят. Такие, как это сказать, утрированно длинные штаны, джинсы и так далее. И ещё мне понравился цвет. Что он такой серо-коричневый. Следующая вещь это вот такое пальто кремового цвета светлое Armani Exchange. Тут такая прорезиненная. А, нет, она не прорезиненная. В общем, вышивка есть. Алого цвета. Вот так оно выглядит. Оно длинное. Достаточно тёплое. И очень оно мне нравится. Следующий айтем у нас это вот такое платье. С розового, такого пыльно-розового цвета. С рукавами-буфами. Это бренд Sister Jane. Также это платье с такими оборками внизу. Вы его уже наверняка видели. Я была в нём на встрече выпускников. Потом ещё на день рождения. А день рождения вы, наверное, ещё не видели. Это будет в следующем блоге. В общем, такая тут ткань. Она переливается такое в серебро. Так вот блестит. Я даже не знаю, как видно на камере. Оно так переливается, как будто перламутровое. Мне оно очень понравилось. В целом такой прикольный образ. Я как раз была... Вот если с грубыми ботинками, да, и с какой-то грубой курткой, на контрасте будет смотреться хорошо. Мне кажется. Это ещё не все вещи, которые я хотела показать. Остальную часть сейчас я вставлю. Она была снята в Москве. Непосредственно в момент покупки, распаковки. В общем, я подумала, что будет интереснее посмотреть именно те кусочки. А не сейчас, когда я уже эти вещи, как говорила, достаточно долго ношу. Вот. Так что посмотрите остальные части. Покажу одну из моих обновочек тоже. Аш или Эш, как правильно говорите. Вот такие боты. Боты. И я их уже носила, так что несколько раз. Но очень крутые, как по мне. Вот с такой яркой подошвой. Вот так вот. Ещё одна моя недавняя обновка. Сумочка от Toos. Конечно, одной рукой это делать, но вообще такое. Так, сейчас достану и покажу тогда. Вот так она выглядит. Тоже я с ней уже ходила. Она тут на магнитиках. И внутри такие есть карманцы. И на замочке карманец. И ещё вот такая ручка. И длинная. В общем, по цветам мне очень нравится. Вообще, у меня много одежды, как я говорила, с таким цветом. Так что прям довольна очень. Начнём распаковку порций свежих цацек от Viva La Vica. Посмотрите, какая красивая у них упаковка. Вообще, да? Такой подарочный именно вариант. Красиво смотрится. Такс. Будем сейчас. Ну, вы видели, что там внутри уже. Но тем не менее. Вау. Просто. Посмотрите, да? Как всё красиво. Такой кубик. Его потом можно использовать для хранения другой бижутерии. Тут вставлять всякие серёжки внутрь. И подвески можно. Вот так всё выглядит. Вот мой браслетик. Я его сейчас надевать пока что не буду. Мне нужно загадать желание. Наедине с собой провести такой ритуал. И потом его надеть. Вот. У меня там гравировка есть внутренняя. Надпись вот такая. Do what you love and love what you do. Люби, что делаешь, и делай, что любишь. И внутри у меня есть тоже надпись. Но я её говорить не буду пока что. Может быть, потом покажу. Это такой девиз. Некий. Вот. Очень красиво. В общем, наделаю браслетик свой. Очень сейчас долго не могла разобраться, как его открыть. Он очень тугой. Он в первый раз открывается. Всё. Можно завершать видео. Это были все мои покупки. Пишите, какой образ понравился вам больше. Или какая вещь может быть вам ближе. Что, может быть, мне понравилось. Любое мнение. Спасибо большое за просмотр. Увидимся с вами в следующих видео. Пока. Пока.